привет коллеги я думаю что меня смотрят мои коллеги пчеловоды хотел поговорить на тему так вот можно ею назвал для себя чемодан без ручки это как это чемодан без ручки тяжело нести без ручки но жалко бросить потому что сам сделал деревянные кормушки я долго сопротивлялся но я отказался от них сопротивлялся потому что изначально мне попала большая куча их наследство потом я сам научился делать но по сравнению с целлофановым пакетом деревянная кормушка не выдерживает никакой критики я вспоминаю когда я кормил деревянную кормушку весной все надо обновлять и воском стыке чтобы они не текли периодически потом они все равно текут потом вот это открытое пространство которым заливается сироп она издает очень большой аромат на пасеку что провоцирует напад и беспокойство соседних из соседних уликов я решил попробовать пакеты тем более они есть в разных размерах на 500 штук маленькие пакетики на литр на 200 грамм удобно для подкормки пчел потом я нашел хороший вариант 35 литрового пакета для мусора в который спокойно заходит 5 литров сиропа я три дня ориентировочно не залазью в этот улик я начал кормить по утрам спокойненько снимая никаких вечерних кормлений эти кормушки деревянные и пакеты тоже вечером вечером чтобы не дай бог напал чтобы в ночь успокоился никакого напада нет вообще он не пахнет этот пакет я доволен и вам рекомендую пользоваться пакетами и единственное что надо выбрать правильный пакет допустим и чтобы он дешевые пакеты текут и доставляют проблем в переноске и в пользование могут на поставляйте ситуацию когда вы идете на пасеку пакет лопается пасека возбудиться и каждый подбирает и я могу дать такой маленький совет выборе пакета для мусора способного быть удобным для скармливания пчел сиропом подходите к прилавку допустим я выбрал что 35 литровый пакет для мусора подходит для сиропа 5 литров смотрите на все 35 литровые пакеты для мусора и выбираете самый дорогой да да в чем разница между всеми этими пакетами в толщине целлофана покупаете одну один рулончик там они по 10 по 20 пользуйтесь пользоваться как не надо делать дырочки для сиропа пчелы очень хорошо чувствуют через пенополипропилен что там внутри сироп они протаскивают свой маленький ободок и высасывают самое смешное что я использовав несколько рулонов этих пакетов потом собирал их на кучку и после скармливания пасеки сиропа я эти пакеты потом все использовал для мусора так как написано на упаковке никаких потерь пасека не издает запаха пасека спокойно себя ведет кормление перешло в утреннюю фазу иногда даже с просмотром пчел то есть заготовка кормов зиму перестала вызывать на мои пасеки недовольство и проблемы заготовка кормов на зиму это отдельная тема разговора о чем она она о том что надо ли кормить первый момент есть адепты которые говорят что кормить не надо должна быть естественная селекция конечно для институтов такая селекция по зубам на частной пасеке такая селекция безумно и кормить надо кормить медом или сахаром или еще чем-то самое лучшее корм для пчел это нектар нектар свежий нектар сейчас я постараюсь продолжить возле улика будет интереснее